Привет, вы на канале AndroNews. Буквально час назад прогремела презентация смартфона OnePlus 6. И согласитесь, это как спасательный круг для всех техногиков, потому что за небольшую сумму денег вы получаете смартфон на отличном железе с чистым андроидом. По поводу этого смартфона было множество сомнений, но на мой взгляд девайс оправдал все ожидания. Смотрим. Чем же кроме цены смог покорить наши сердца этот китайский бренд? Чем так хорош OnePlus 6? Первое, что видит глаз, стильный современный дизайн. Как и ожидалось, здесь с обеих сторон стекло Gorilla Glass 5. Цвет белый, матовый серый и глянцевый черный. Как сказал генеральный директор компании Pete Lau, при производстве корпуса смартфона использовалось особое пятислойное нано-покрытие, придающее стеклу эффект глубины и защитные свойства. Я пока что не знаю, как все это будет выглядеть в реальной жизни. Вот когда он ко мне приедет, я его пощупаю своими руками, вот тогда и скажу. Керамическую версию, к сожалению, не завезли. И извините меня за мой царский английский на презентации. Pete Lau сказал, что керамика непрактичная, поэтому они от нее отказались. Огромный оптик AMOLED дисплей с диагональю 6,28 дюймов занимает всю фронтальную поверхность, за исключением челки и тоненького подбородка. Разрешение дисплея Full HD+, соотношение сторон 19,9. Монобровь есть, но в настройках ее можно будет отключить. Также у владельца есть право выбора, пользоваться стандартной навигационной панелью или жестами. Теперь несколько слов о камере. Основная получила модули на 16 и 20 мегапикселей с сенсорами от Sony. И, наконец-то, основная камера обзавелась оптической стабилизацией. Одна из фишек устройства – функция Slow-Mo с возможностью записи видео в 480 кадров в секунду в разрешении HD. Тут чудо мы не дождались. Никаких 960 кадров, как у флагманов от А-брендов. Зато удивила информация о возможности записи видео в 4К 60 кадров в секунду. Ранее в Android-смартфонах я подобного не встречал, и пока что я в это с трудом верю. Устройства OnePlus всегда поражали своей производительностью, и этот раз не исключение. На презентации чаще всего звучали два слова – скорость и плавность. Аппарат получил Snapdragon 845, 6 или 8 гигабайт оперативной памяти, 64, 128 или 256 гигабайт встроенной памяти. В общем, как и всегда, у OnePlus производительность в излишке. Впервые флагман производителя будет водонепроницаемым. Какой-либо стандарт защиты обещан не был, но радует уже то, что его можно будет использовать под проливным дождем, без каких-либо связанных с этим проблем. Хотя уверен, что и OnePlus 5T выдержит подобное испытание. Эх, маркетинг. Кроме того, в новом поколении сохранили разъем для наушников. Спасибо. Из коробки смартфон будет работать под управлением операционной системы Android версия 8.1. Но уже сейчас можно без проблем накатить на него Android P. И это еще один огромный плюс для всех техногиков. Поддерживаются все необходимые бенды. Третий, восьмой, двадцатый, тридцать восьмой, да любой. Скорость закачки вплоть до одного гигабита в секунду. Тут же и Bluetooth 5-й версии и NFC. На презентации также было много разговоров о разблокировке по лицу. Мы помним, что у OnePlus 5T она работала довольно неплохо, быстро и четко. Если не смогли еще как-то улучшить то, что было раньше, это просто супер. За время автономной работы отвечает аккумулятор с емкостью 3300 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки Dash Charge версия 2. Производитель обещает, что за полчаса зарядки вы получите световой день работы. Конечно, все это звучит неплохо, но согласитесь, самое главное это стоимость. И тут компания OnePlus, на мой взгляд, не подвела. Итак, за версию 6.64 производитель просит 529 долларов. За версию 8.128 производитель просит 579 долларов. И за самую топовую 8.256 629 баксов. При покупке смартфона обращайте внимание на покрытие. Базовая версия продается чисто в стекле. Версия 8.128 и в стекле и с матовым напылением. И версия 8.256 только матовая. Кроме этого, производитель будет комплектовать устройство чехлом. По-моему, и цена, и все вышеперечисленное просто огонь. Тем более, если учитывать, что смартфон представлен для рынка Европы, возможно, для рынка Китая, он будет стоить еще дешевле. А именно это для нас и важно. Ребят, я не буду скрывать свои эмоции. Смартфон мне понравился, особенно если учитывать его ценник. Конечно, к нему можно придраться. Нет беспроводной зарядки, нет класса защиты IP67, нет стереозвука. Но, друзья, 529 долларов. Камон, лучшее предложение вы не найдете. В общем, мне смартфон понравился. Я его однозначно хочу и постараюсь его раздобыть в наших странах одним из самых первых. Только что хотел сказать, участвуйте в розыгрыше OnePlus 6. Нет, он уже прошел. Ребят, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх под этим видео. И да пребудет с вами Android.